Начав с небольших турниров 18 лет назад, Лига М1 выросла в глобальную международную организацию, которая провела уже около 200 турниров, включая М1 Челлендж. 62-й по счету собрал международных звезд ММА в Сочи и впервые турнир прошел в рамках Королевского Гран-при России. Очень много гостей со всей России имеют возможность посмотреть не только гонки, но и другие мероприятия, в том числе различная борьба, различные виды спорта. Это здорово. Ну а для сочицев, конечно, это реальная возможность видеть все здесь, в городе Сочи. Они могут участвовать и быть зрителями многочисленных соревнований, которые у нас проводятся. За поединками сильнейших бойцов со всего мира наблюдали известные российские и зарубежные спортсмены, звезды шоу-бизнеса и политики. Поболеть за российских спортсменов приехал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А вот известный актер Владимир Яглыч поддерживал бойцов не только со зрительского места. Во-первых, решил так отдохнуть. Во-вторых, приехал поддержать своего наставника и тренера Николая Кушанского. Сегунтировал его сегодня. Но сегодня удачно не улыбнулся и чуть не рассчитали силы. Но, тем не менее, прекрасное спортивное мероприятие. Чудесная погода. Улететь из серой Москвы, прилететь в солнышко – это просто подарок. Особо зрелищными стали встречи спортсменов главного карда. Поединки открыли Алексей Кунченко и Александр Рамос. Устрашающий выход на ринг кровавого бразильца не повлиял на серьезно настроенного российского бойца. Алексей поборол соперника в первом раунде. Быструю победу удушающим приемом одержал Адам Яндиев по прозвищу «Борода». А вот Вячеславу Василевскому перед тем, как удушить хорвата, все же пришлось получить пару тумаков в первой пятиминутке. Особо интересным стало завершающее противостояние, ведь на ринге сошлись действующие чемпионы в двух весовых категориях. Еще до поединга бойцы понимали, что определить лучшего будет непросто. Мансур – достойный соперник, ведь он чемпион в легком весе, а я в дивизионе поменьше. Я знаю, что он серьезно готовился ко встрече со мной, но и я готов с ним сразиться. Эта схватка была действительно зрелищной. Оба бойца выкладывались по полной, зарабатывая очки и уходя от сокрушающих ударов в каждом раунде, а их в супер-бое пять. В итоге единогласным решением судей победа досталась Ивану Бухингеру. Этот яркий поединок совершил спортивный праздник. Боец из Словакии подтвердил титул чемпиона в полулегком весе. Следующий турнир М1 Челлендж 63 состоится в начале ноября в Баку. Там в титульном бою выступит немецкий чемпион в полутяжелом весе Штефан Пюц. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.